Февраль не балует теплом, он лишь его предполагает, Под ноги снега накидает, за щеки потрепать готов. Но к холодам уже привыкли, зима закалку нам дала, Но шубы носим мы пока, хотя они уж надоели. Природа все ж свое берет, день помаленечку растет, И радость закрывает нас, зима закончится сейчас. С томлением душа полна, настало время обновлений, Любить, желать и строить планы, мечты в реальность воплощать, Но полно смело так мечтать, пусть снег растает и просохнет, Мороз уйдет, и вот тогда прощайте, матушка, зима! 7 февраля Григорий Богослов, назван в честь отца Григория Богослова, Патриарха Константинопольского. Он был вымолен матерью, блаженную Ноною. Она желала сына и посылала усердные молитвы к подателю всех благ. К тому же она обещала посвятить его на служение Богу. И Господь исполнил прошение сердца благочестивой жены. В сонном видении ей было откровение, что от нее родится отрок, и назвали его Григорием, как это было сказано в сонном видении. Григорий возлюбил целомудрые души и чистоту тела, а также тщательно хранил свое девство до самой кончины. К этому он был вразумлен материнскими наставлениями и сонным видением, о котором он рассказал. Во время сна, вблизи себя, он увидел двух девиц, облеченных в белые одежды. Они были красивым лицом и одного возраста. На них не было никаких украшений, одетые просто, чистой белой одеждой и скромно опоясанные. Головы и лица были покрыты тонкими покрывалами. Святой Григорий, смотря на них, ощущал в своем сердце великую радость. Когда он спросил, кто они, одна сказала, что она есть чистота, а другая назвалась целомудрием. Они разъяснили ему, что предстоят перед престолом царя славы Христа и сказали, будь единомыслен с нами. Тогда мы тебя, блистающего величайшей светлостью, вознесем на небеса и поставим близ бессмертного троичного света. А в народе о сегодняшнем дне говорили, что пришел Григорий зимний указник. По этому дню предсказывали погоду на следующий год. Сегодня следует делать добрые дела и вспоминать о них, но при этом не хвастаться, потому что знали, что высшие силы все видят и за хвастовство накажут. Зато за тайное доброе дело щедро отблагодарят. И это произойдет сегодня. Приметы. Какова сегодня погода до обеда, такова и будущая зима до Рождества. Погода после обеда, такова будет после Рождества. Выпавший сегодня снег предвещал раннюю осень и наступление следующей зимы. Если синица поет, это к морозам. Сегодня не пустослови. Все сказанное вернется назад. Не рекомендуется стричь волосы и плеваться. Дарить женщине цветы на счастье. Мне вот интересно, все-таки есть какой-то скрытый мотив за пределами человеческого понимания, по крайней мере моего. Почему, читая вашу книгу, на Хунзу, на эту историю, я отреагировала мгновенно. Когда вы рассказывали сейчас про абрикосы, я вспомнила свою родину, где абрикосы растут во дворах многоквартирных домов. И по ним ездят машины. И они так чпак-чпак-чпак на асфальте. Ну то есть и абрикосы здесь в Москве, на рынке. Думаю, может быть, я где-то когда-нибудь была Хунзой. Ну, почему нам одно нравится, а другое мы пропускаем мимо? Как вот люди говорят, ну вот химия есть. Вот что это такое? Это интуиция? Или почему один материал нравится? Мы выросли в той среде, и когда, естественно, мы вырастали, мы употребляли ту или иную пищу, которая стала частью нашего организма. И, естественно, вибрации этой пищи созвучны теперь, вот говорит, с нашим телом. Нам хочется вот того, что было в детстве. Как бы подпитаться и укрепиться за счет этого. Это немаловажно. И вот, кстати, если продолжить о Хунза, значит, шотландский врач Мак Гаррисон жил он непосредственно вблизи от долины Хунза в течение 14 лет и наблюдал. И вот он говорит, что основным фактором доллити этого народа является питание. Ну, еще немножечко, конечно, будет и горный климат действовать, но непосредственно, что вот это питание. И самое интересное, что вернувшись после того, как он исследовал и изучал народность Хунзу, он решил дома в Англии поставить интересный эксперимент на большом количестве животных. В Англии? Да, в Англии. Одних из них он питал обычной пищей лондонской рабочей семьи. Это белый хлеб, сель, сахар, рафина, консервированные вареные овощи. И что вышло? В итоге группа, большая группа этих животных стала болеть различными человеческими болезнями. А вот те животные, которые находились на Дети Хунза, на протяжении всего опыта оставались абсолютно здоровыми. Слушайте, ну это действительно научные подходы. Что научные подходы? Это эксперимент, наблюдение. И статистика. Статистика, да, пожалуйста. Одно дело, вот я там вегетарианец, допустим, а ты там сыроед, а еще кто-то там, допустим, как вот это там солнцеед. Я говорю, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Но когда это делается в массовом порядке, и статистика неумолимо говорит, кушаете вот эту пищу, заболели человеческими заболеваниями. Кушаете, значит, другую совершенно пищу, вы, наоборот, выздоровели. И как раз Уэльям Хэй, он изменил свое питание, выздоровел, и в итоге диета, в которой меньше, особенно белка животного, да, действует очень хорошо на почке. Почему на почке? Да потому что почки в основном у нас выводят распад белков. Они там очевидно выводят и так далее. И если человек постоянно переедает мясо, особенно много употребляет соли, то это идет большая нагрузка на почки. Как только мы начинаем облегчать работу почек, у них появляется возможность восстановиться, что и произошло. Вот, вылечился. А если бы там лечили, ну, как-то да, лечили по обычной схеме, то, естественно, ничего бы не получилось. Игорь Михайлович, смотрите, я когда фарш вот этот, значит, из фарша лепила, я на вкус попробовала, мне показалось мало сахара, да, все-таки же десерт. И я добавила меда. Вот тоже такой эксперимент сейчас у меня будет научный. Но в любом случае, с медом или без, вот эту фигурку, ой, надо опускать. Я надену, да, я приготовила специальную перчатку. Потому что это очень мощный такой. Конечно, конечно, да, он красит серьезно. Все, и вот я его опускаю в свекольный сок. Вот, она прям уже на клубничку похожа. Это как раз конфетки для детей можно делать. Дальше, вот, кунжутик. Обмакиваем. Обмакиваем, все. Поставили. Действительно похоже на клубничку. Вы понимаете, клубничка, она потом застынет вот чуть-чуть. Здесь даже в холодильник не надо. Почему ставили тогда в холодильник? Потому что эти вафли, ну, их надо захолодеть, чтобы они форму держали. А у нас проросшее зерно прекрасно держит форму. Так что я думаю, без холодильника, вот, да, ведь все ушло, взлотнуло. Наверное, будет вкусно. Это получается очень полезная сладость для, как для питания детей, пожилых людей, так и для диетического питания. Здесь у нас все прекрасно сочетается. Во время прорастания крахмал зерна превращается в солодовый сахар. И мы тут имеем дело уже с такими углеводами. Не с крахмалами, а с углеводами. Семена позволяют всему этому лучше перевариваться. Быть такими тепленькими наш организмом. И что еще немаловажно, сок, он тоже, свекольный сок, будет действовать по-своему благоприятно. А именно, он будет улучшать наше кроветворение. Кстати, ежедневная пища хунза – это лепешки из супы, из цельного хлебного зерна, овощей и фруктов. Цельное зерно, как раз мы с вами показали не просто цельное зерно, а проросшее цельное зерно, которое еще...